привет друзья привет вам с океана с побережья атлантического океана это город дайтона бич с вами ваша гречка сша гречка с питонкой значит сейчас в интернете есть среди русскоговорящих дальнобойных каналов каналов про дальнобой много разных есть слухов вещей и разговоров про разные школы сидел вот у анечки недавно вышла на анкодальнобойщица видео там она говорила как я могу вам куда-то посоветовать в какую-то школу трак драйверской потому что кто-то учит кто-то не учит например в майамской школе очень плохо там длинные очереди и так далее значит денис если помнить алвилл тоже недавно говорил я вот не знаю где там во флориде какая школа хорошая нехорошая также сделай там какие-то были вопросы по поводу школ спел вообще отдельная история то мы еще потом поговорим но как бы кто-то себя в общем-то люди себя снимают ответственности никуда не советуют идти от себя потому что чтобы потом не будете чувствовать виноватыми значит давайте так я готов не то чтобы ответственность на себя взять я готов порекомендовать одну школу в которой учились мы четыре года назад на каких основаниях и условиях я это делаю я рекомендую именно на тех потому что мы там учились и всех друзей и всех знакомых которые мне писали из украины из россии кто русскоговорящие с молдавии спрашивали вот я приехал хочу насидел куда я сразу же всех отправлял в эту школу я за четыре года отправил человек 20-25 туда может даже больше я уже просто не считал и негативных комментариев от тех людей кого я туда отправил минимум просто минимум то есть можно сказать что нет я не помню может по-моему один один момент был ну у человека была слишком сложная ситуация он был сразу в трех школах где он ничего не мог никак нигде ему не могли помочь и уже это была последняя в которой он все-таки добился результата и сдал он долгой истории поэтому значит ребята если вы идете в эту школу и вас там что-то не устраивает это скорее всего уже не со школой проблема а с вами вот и все вот так вот я перекладываю ответственность себя со школы на вас объясню почему значит мы учились еще до того как школа была обновлена и построена полностью новая мы учились когда там было всего три трака мы учились четыре года назад зимой ирлю и там все работало сейчас школа абсолютно новая свои инспектора которые сами проводят из издают экзамены то есть проводят принимают экзамены принимают сдачу экзаменов и очень много учителей прям вот прям много учителей не один за которым все ходят а несколько групп сразу же автоматом в общем что вам рассказывать давайте-ка наверное лучше посмотрите и самое главное что бы вам хотел сказать значит сейчас как бы кризис естественно в америке как бы как во всем мире кризис и это правда так вот вы спросите да кому сейчас нужен трак драйвер и так далее так далее без опыта никуда не устроиться именно поэтому вам стоит прямо сейчас пойти на сидел даже если вы может быть потом в жизни никогда работать не будете но может что-то случится и кроме как на водителя вы никуда не пойдете так вот если вы сейчас дадите и в америке работает так если вы даже нигде не работали оси делу год или два вы идете устраиваетесь работать уже как будто бы опытный человек да вы пройдете значит стажировку в компании вас научат ездить вас научат цеплять трейлер научат следить за траком все это все зависит от вашего опыта если у вас есть опыт стажировка может быть и два-три дня если у вас нет опыта стажировка может быть четыре недели в примерно вот так больше месяца никто не стажируется насколько я знаю но зато у вас возьмут по условиям страхование страховка видит что вашему сидел у больше года все у вас обычная страховка как у обычного водителяoper а то что вы нигде не работали так это сейчас сейчас работает поэтому в жизни может случиться все что угодно можно бизнес потерять может что-то пойти не так бизнес может там по закону какому-то новому перестать работать так далее так далее так далее мы давайте про это не будем сейчас говорить мы будем говорить про то что если у вас сидел лежит значит страховка думает что вы уже работаете и это самое главное поэтому идите прямо сейчас не откладывая сдавайте пока нас еще что-нибудь не ужесточили пока мисс еще какие-то не поменялись у вас там у точнее у них условия по их за по экзаменам по получению сидел и так далее и пусть сидел у вас лежит неважно поможет завтра устроитесь на работу как только сдадите а может быть через год поэтому поехали к теперь посмотрим что это за школа и почему я так рекомендую а 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 и а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 в лучшем случае, что за трое студентов, которые там получили права на что-нибудь, в худшем случае, их могут заставить переставить. Да, да, я помню. Хорошо. То есть от недели и до упора. Но время. Так скажем, в среднем люди две недели. Отлично. Ну, у нас так же было, да? Да. За праздников мы на три раз кинули. Время это так. Хорошо. Какие штаты могут здесь учиться? Так же сейчас могут учиться все штаты. Кроме, я знаю точно, мы не берем людей из Вашингтона. Опять, мы ставим две системы. В систему Флориды, я как инспектор, мы ставим в систему Флориды и в систему Федеральную. В систему сообразования. По закону, опять по закону. Все штаты должны принимать эту систему. Но таких, как штат Вашингтон, говорят, она будет. Ведите и сдавать у нас. Понятно. Так, хорошо. Вот на каких языках? Я слышу тут прям букет языков. Но вы на каких преподаетах? Значит, сдается. Это, кстати, один из таких вопросов. Люди постоянно задают. Это может на русском, на украинском. Нет. Сдавать тест только на английском, это по всем мире где-то куда-нибудь делать. Но у нас обучение идет. Допустим, вот если моего менеджера взять, да? Марьяна Юнсу. Она разобрет на 7 языков. И молдавский, и бразильский, и спарский, и русский, и украинский. Да, и русский, и украинский. Так. Все на 7. И зарплату, наверное, оплатишь больше, чем себе. А во всяком случае держалась. Это оставим заказы. Шучу. Не оставим заказы. Так. Хорошо. Что делать человеку, если нет английского? Нужен английский. Ну а ты, как уже, человек, который в дороге бывал много раз. Как ты думаешь? Никак. С нашей стороны я так скажу. Да, английский нужен на базовом уровне. Никто ничего не будет спрашивать про твою жизнь, про погоду, про здоровье. Все будет четко по экзамену. По рихвальнице. То есть это не обязательно учить весь английский для того, чтобы сдать. База должна быть база. Должна быть база. Без английского вы не сможете. Но об этом потом. А вот, чтобы сдать, база именно просто это учите и все. Какая именно база? Поверни направо, налево. Прямо. Открой дверь, закрой. Открой-ка, вот закрой. Скажи что-нибудь еще. Ну так и запчасти. Это не одна вещь. Как идеаль запчасти. Да. На обучение идет и на русском, и на испанском, и на английском. В конце, конечно, мы стараемся больше на английском, чтобы у них было на слуху, что их уранить. Я прошла за то, что я постоянно как-то делаю и слушала. Что, это звучать как право, это такая звучать? Ну, главное желание. Я буду на ганте к работе. Главное желание. Если человек приходит, вот допустим у нас есть люди, которые настроены получить право, они получают то, что быстро. А если человек приходит, там родственник, кто-то ему сказал, но не знает, нужно или не нужно. Ну, тогда начинается, конечно. Графы работают с владельника по пятницу, мы работаем с 7-30 утра. Сейчас все время поменяем до, в принципе, сколько студентов есть. Ну, тогда вообще... Это не в американцах. По графику работают, именно чтобы студенты понимали, что в некоторых местах, да, в тренинг-центрах, там они как последники работают, не знаю. Да, то есть у них нет своих инспекторов. Они не сайте предназначены для тестов, они не официально опрос для этих тестов. Что они делают? Они едут в другую школу. К примеру, ко мне могут даже приехать, потому что мы официальный сайт для тестов. Они могут ко мне приехать, и я уже буду их давать. Тогда вместо, когда у меня будут, понимать, тесты начнут. Поэтому у нас в этом, конечно, большой ключ, у нас есть безлимитная, неограничная сдача экзамена в стране, по субботу, человек, если с каким-то причинам не сдан, мы стараемся через 2-10 дня уже закинуть. Не как тогда мы тогда будем? Закинуть уже на пересадку. То есть человек, особенно, который из штата приезжает, он не будет сидеть, ну, не буду назвать мест, он не будет сидеть по 4 месяца и ждать, допустим, пока у стартам один тестов. Значит так, я помню, что примеров разных до 7 человек. Шестеро. Шестеро. Хорошо. Семь – это экзаменатор. А экзаменатор? Ну, две – это две разные вещи. Ага. Экзаменатор – это, который готов. Сколько? Экзаменатор – шестеро. Экзаменатор – это, который… Экзаменатор не имеет права тренировать человека. У тебя здесь семь экзаменаторов? Да. С ума сойти. Может быть хорошо. Если не несколько людей будет. За три с половиной года мы все увидим вообще. Наденька, давай дальше. Сколько траков сейчас? Больше еще покупать? Сколько траков сейчас? Даже не знаю. Раньше было три. По-моему. Один человек. Но если мы будем считать, что у нас теперь и школьный автобус можно, и класс B. Стрейт-прак, и автомат, и механика. То, по-моему, сейчас двадцать девять. Всего в общей сложности. У меня осталась еще старая площадка, там, с фракцией осталась. Ага. У меня еще четыре тракта. А, отлично. Там, где мы будем. Отлично. Все. Значит, теперь... Там чисто проблема. Ну, ты уже ответил здесь, получается, на бус вы готовите. Готовим, да. Это как? Passage. 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 Ну, это, опять-таки, все прошло. Теперь все должны... Те, кто не успел сдать только дорогу, не буду сейчас как-то погругляться, люди не поймут. Они должны, если хотят пересдавать, они убрали ресришн, в пальцах. Да, они должны пойти в дневниюфис, получить термин, и просто пересдать. Мы не приходим сюда полностью, если пересдают, только на механике. Ага. Полностью. То есть не просто прокатиться? Нет. Ага. Это им дали перед времени. Все, я понял. Я понял. То есть, если вы сдали на автомат, но вдруг он падала с механика, то есть здесь сидит, вдруг, это уже будет сложнее. А, получается, раньше было просто, просто доехал, и все. С хазматом все еще осталось? С хазматом только теория. Ага, только теория, все. Ага. Только теория, все. А мы и убедили. Мы должны обратиться в Дюканск. Вот это вот дома. Да. Мы не проходили. Нет. А теперь мы тоже. Вот это. Это обязано. Хорошо. На сколько лет подается пластик? На 10? На 10? Именно права? Да. Это зависимость от вашей work authorization, от ваших документов, которые ликализуют вот здесь. Мы видим, где на 3 месяц задают и обычно на 10 лет у кого. Вот юфо-юшники, они сейчас поприезжали, у них сразу там через месяц приходит work authorization. Мы видим разные эксперименты. И у них типа там на 2 года, да? Вот они 2 года. Вот они получаются. На 2 года они просто его продлят. Ему не надо. Приходят в TNB и показывают свою как-то авторитетичность. У нас, кстати, у юфо-ю, да, у нас украинка тут ребята. Мы работаем, у нас две nonprofit organizations, которые с нами работают. Но единственное, что там по зимкоду надо смотреть. В районе TNB это, скажем так, не государственная, не коммерческая, не государственная организация, которая государству дает грант на обучение по юфо-ю. Ага. Бесплатно? Бесплатно. У нас, если они... Это очень важная информация. Как сказать, так по-русски забываем. Если подтверждены на эту программу, то они высылают на чек, он приходит сюда, и все бесплатно. Но они должны попадать по месту жительства. Ага. Это важно. Но эти жители мы не знаем, да? Опять-таки, юфо-ю мы можем всегда отправить данные этого человека, который заинтересован этим ребятам, но там получит, не получит. Это очень важная информация. Так что у юфо-юшники шара во всем, просто во всем шара. Ага. Ага. Так. Вот еще вопрос очень важный. Какие зарплаты сейчас на автобусе? Про тратистов кучи. Для всяких блогеров, мы в том числе. Там есть... На автобусе пассажирском? Да. Ага. Ну, скажи просто. Это почасовая зарплата. Не советую. Это почасовая зарплата. Ну, максимум будет, может, 25 долларов в час. А так? В неделю сколько это будет? А так? Ну, в годы надо будет уработать. Минус того, 1,78. Сколько? На тысячу двести. На тысячу двести. На тысячу двести. Это маг. Да. Меньше, наверное. Около тысячи. Может быть, даже лучше. Так же, как и локальчики с A-классом. Они тоже не надо получать. Ну, хорошо. Так. Про автобуску грели не советуем. Как часто у вас добраются новые группы? Когда после на страх. Около бы у нас идут по понедельникам каждый понедельник. Но в зависимости сколько человек в группе опять. Бывает такое что нет? Бывает такое что нет места. Сейчас у нас в принципе, но вот у нас в этом понедельнике, если честно, вы не ожидали. Некоторые, как так скажем, записались, но не подходили. Но пришли. У нас по через 20 тысячам. Это прилично. А так мы стараемся брать не больше 12-13 в неделю. Но опять-таки, это с учетом, сколько людей заинтересовано. Мы не хотим растягивать тоже на месяц. Потому что сейчас и конкуренция не все на свету. По школам, да? По школам. Но опять-таки какая конкуренция? Многие там посредничества. Свои церкви. Просто, так скажем, сейчас такое время, что все хотят заниматься. Я не знаю, да. Или делают, как они хотят. Ну или делают, как они хотят. Так как я вот уже официально, так скажем, на гавру, на государстве, у нас есть лайсенс, я знаю, что будет. Да, подвох опять будет. Ну типа, заберут там права ОС, потом драйвер лайсенс. Нет, мы за это отвечаем, потому что у нас все легально. Хорошо. С наушниками сдавать нельзя. Сразу скажу. Да, да, да. Ну, мне за вопрос задают. С наушниками сдавать нельзя. Хорошо. Он, допустим, встал в срок, тогда пластик получаешь. Сразу. Смотрите. Мы перед тестом ставим вас систему. Вы уже в систему. Ставим вы тест, не сдали, вы уже в систему. Причем вы в дух системы. Мы ставим федеральную и в систему штату. Еще очень частный вопрос. В некоторых штатах, типа, ты получил обычный драйвер лайсенс. Обычное усиление наваждения обычной машины. Должен пройти какой-то срок, а потом тут поможете сдавать и сдавать. Сейчас я здесь слышал, да. В Ахлориде нет. В Ахлориде нет. В Ахлориде нет. Но они должны все устать и узнать. Потому что мы берем наручение из Ахлориде. Даже с Гавайи у нас были за счет. Прикольно. 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 В чем прикол? Во-первых. В Ахлориде. Моги спрашивают. Да, нужно. Да, нужно. Чтобы получить пример. Без него сейчас нет. Понимаете? Да. И, допустим, человек приезжает. Пермит и драйв лайсенс. Это очень важно тоже. Может быть со одного штата. Он не может пермит драйв лайсенс или анойс, а пермит получить во втором. То есть получается вот этот learning permit человек должен сдавать в своем штате. Да. И драйв лайсенс он получит в своем штате. Со своего штата, да. То есть они приезжают, обучаются у нас. Мы их ставим в систему. Мы не сдали экзамен. Возвращаются к Сидирштат. Показывают. Мы им даем результаты. Презультаты. Презультаты экзамена чтоб положить. Там умные нюансы. Потому что, если честно, в ДМВ офисе, в такс коллекторах, да, там работают. В 15. В 15. В час. Просто говорят, мы вас в системе не видим. Такого быть автоматически не может. Вы уже в системе для теста. Чтобы это правильно все понимали. Если они говорят, что мы вас не видим в системе, они смотрят свою систему штатовскую. Допустим. Вот у нас сегодня был человек, который сдал, он нам сегодня звонил. Он приехал в Филадельфию и ему говорят, мы вас не видим в систему. Правильно? Как вы можете его видеть в системе Филадельфии? Если он завал уходит. Надо им обрестить. Не надо зайти в систему. А мы тогда все будем делать. А еще только маленький накап. Может быть, на следующий день это будет другой человек. Или в другой ДМВ и поехали. Да. И вот они просто... Ну, честно, сейчас вот у нас три месяца назад был инспекторский митинг. Мы рассказывали, что нас ожидают в будущем времени. Кстати, новая модель, значит, экзаменов выходит. Ролтаск. Ну, это фигуры. Притрип. Дорога, в принципе. Притрип будет легче. Инспекция будет легче. Намного. Тебе даже будут давать вот эту бумажку с машиной и запчасти записи. И ты читаешь, смотришь, ага, это про это не рассказываешь. Рассказываешь. Будет всего 30 по-моему. Не буду врача, а с 32 запчасти по-моему написано. Ну, все, будем, все. Новый город будет интересен. Дополнителей три опять? Новый. Новый фигурд будет? Да. Но опять эти. Тут мы возвращаемся, что есть еще и ЛТТ-система. Это сцепка-расцепка. Это параллельная упаковка. Это локбуки. И 90 градусов и опсеты. Это все остается. И плюс будет новая модель, для которой должны быть свои размеры площадки. Понимаете? То есть, грубо говоря, мы должны и новую модель, и старую идентичную модель людям преподавания. Это что означает? Это означает сразу скажу первое. Что школу, который, допустим, меньше чем. Вот как у нас здесь. Посвета. Они уже не смогут. Они не смогут никак. Я понял. Новая модель там будет интереснее. Там у вас будут фигуры еще и вперед. Вау. Причем вам надо будет остановить. Вот как вы 90 сдавали. Помните? Остановились в боксе, да? Так вот вы теперь вперед должны быть ехать и передним бампером остается в боксе. Если вы не доехали или переехали, это сразу 13 минут. Это получается чувствовать? Нет. Это говорит сразу. Там будет очень интересно. Ну посмотрим. Посмотрим. Хорошо. Значит так. Что если издал в первого раза? Как я, например. Если вы издалете с первого раза, вы вносите обману за ИТ 300 долларов у нас. 300 долларов. И как жирно, как сказать. Стараемся вас поставить сразу в систему. Сразу это означает два бизнес дня. То есть система автоматически не дает. Минимально вот через... Давай три тест. Два дня. Два дня. Окей. Ну типа два бизнес дня. Потом третий. Значит результаты вообще хорошо все готовы. Ну вот если сегодня ты не сдался, то в принципе все готовы. Ага. Вот так. Все? Ну это лучше. Я, по-моему, не подождал ДЭП. У нас сильнейший. У нас много работы. Мы его смогли. Сейчас у нас его группа. 15 тестов. Отлично. 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 По-моему там, кстати, да. Вот. Цена у нас сейчас 3000 автомат и 800 механика. Но это уже включен тест. Мы тогда за него дальше дальше платили, по-моему, да? Что? Нет. У нас он всегда был. Вот здесь вот интересный вопрос. Потому что многие школы прячут эту информацию. Они, допустим, говорят, что приходите к нам за 800, да? Вы приходите, а потом они уже на месте вам говорят. Ну, сейчас у него нет, когда он прилетел, там, с 18, да? Ему говорят, слушай, ну, еще 500 автомат за тест сам надо заплатить. Это только за тренинг. Получается, ну, уже не 3000, а тренинг. Ну, да. Мы ходили с этим. Мы тогда к тебе должны были пойти на обучение. Я несколько ближе к школу рассматривал, чтобы у тебя было далеко ездить. Так там вообще, у тебя тогда было 200 или сколько там было. А школа три месяца учился, американская школа, 5500 долларов это стоило. Ну, сейчас многие так делают. И еще потом я должен на их траке наездить какое-то количество часов. Да. Вот так было, там было. Это прям, ну, совсем. Здесь все прошлое, намного. По пейментам, значит, у нас есть веб-сайт наш. Рокброссидиелтренинг.кан. Везде на видео был. Да. У нас, если вы зайдете на этот веб-сайт, если у кого-то есть PayPal кредит, или можно оплайдить, да? Если вы будете одобрены, вы можете заплатить через наш веб-сайт на PayPal. И 6 месяцев там новым интересам. Просто платите 6 месяцев. Да, плюс для украинцев есть. Не факт, что они, конечно, не готовят. Можно попытаться все постарать. И еще одно, да, вот именно по плате. У нас мы берем депайс, но если человек хочет, мы не берем всю сумму наберем. Человек приходит, первый день заполняет контракт, мы забираем его 50% и начинаем учиться. Через 2 недели, потому что до экзамена мы платим. Если хочешь, то мы сможем все заплатить. Пейменты мы принимаем любые, кроме персональных чиновников. Это я к чему, кстати говорю, эту информацию очень интересно, потому что недавно мы столкнулись с такой ситуацией, с нашими, так скажем, близкими друзьями в Майами, они пытались работать под нас. типа это RollPro сидел в школе, все на свете. Езжайте туда, брали 500 баксов наперед. Ну, естественно, человек приезжал, мы говорим, ребят, запомните, RollPro сидел в нашей школе никогда деньги наперед не берет. Вы оплачиваете только в первый день по факту, когда приходите на сами заходы. Это очень важно, потому что... Время тяжелое. Подстава слова конкретно. Хорошо, значит, ну о школе, в принципе, ты рассказал здесь все. Понятно, мы все сняли, все увидят. Какие есть какие-то удобства. Жить вот так, вот железный человек сразу же. Примерно, сколько это отходится? Какие есть предложения? Ну, на данный момент у нас тут рядом люди смотрят, или Airbnb, или кооперируются вместе. Так вот на данный момент, сейчас же цены попросли, думаю, они в следующий этап не так больше. Смотрите, вот я сейчас спросил и живет. Прямо за забором будет такой трейлер, RV парк, да, со всеми удобствами. Абсолютно не надо будет. Калипу открыл и зашел на территорию школы. Мы будем чаржить 250 долларов в неделю. В неделю? Да, за человека. То есть, грубо говоря, если человек держится на 1 неделе, то есть, я не знаю, где-то 750 баксов покупаю. Ну, а ему не надо никуда ездить. Ну, и плюс, если надо будет, у меня сейчас покупание в Эдбуду. Кида лента. Вот. Очень важно это спросить по поводу машин. Если у тебя будет жить, или где-то уже есть жить, и, допустим, ну, блин. Ну, если им нужна машина в одном площадке, да, там. Ну, надо снял надеть, поехал, что им надо. Всё, машина тоже на эту будет. Отлично, это прекрасно. Ну, в принципе, какие планы у тебя на будущее? Планы на будущее грандиозные. Грандиозные. Мы сейчас дождёмся, потому что, ну, некоторые вещи на видео, так скажем, пока не надо, мы дождёмся, что будет. Это ближайшие два года. Во-первых, это новая модель выходит. Да. Задачи. Опять-таки новая модель. И я уверен, я не уверен, я знаю, что начнутся проверки по школам. Именно уже по школам. То есть сейчас. Почему раньше закрывали школу? И инспекторов, ладно, так? А теперь не только инспекторов, но и сами школы, как они делают. И в будущем, в принципе, вот если вы видели Вольва, да, который я купил, это я уже запутался. Такой маленький секрет скажу на Моле. Вот. Я сейчас там смотрю в землю. Будем открывать такую же школу. Ну всё, мне будет проще. Но она будет и так же, как у нас есть. Это не просто тренер в центре. Там будет и так же, как у нас есть. Хорошо. Штат набиралишь. Нужны ли люди, например, работать здесь? На данный момент нет, но... Кто это знает? Звоните, да? Звоните, да. Если в Майами откроем. Когда-то, что я в Майами открою. То можно набирать. Ну, в принципе, всё. Рад был видеть. От себя что поможешь сказать, пожелать людям? Рад вас видеть. Ну да, спасибо. То ли я на Ютюбе уже три года. Слушайте, время в Чубе заблежит. Так, взяли. Три года. Мы заезжали к тебе как раз три раза. И три раза тебя не могли заставить. И с трейлерами на голове. Последний раз заехали, сказали, что ты стал уже инспектором. Понятно. Ну, у меня сейчас в основном. Можно заезжать не будем. Менеджерская только, я знаю, задача. Надо же проконтролировать. Да, кстати, у нас и механик есть на сайте свой теперь. Я видел сегодня уехал. Ремонтируй всё. Тебе можно драться на свой духе? Можно. Ну всё тогда. Да. И там всё. Спасибо. Спасибо, ребят, большое. Да-да, я рад видеть. Да, я тоже. Спасибо. Удачи вам на дорогах. Не подводите нас. Школу не подводите. 100%. Ребят, не забываем подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Тем самым, вы говорите нам, да, мы хотим ещё больше полезного контента. Субтитры сделал DimaTorzok.